Здравствуйте! Добро пожаловать на Кухня Совет! Сегодня с вами будем готовить очень известный немецкий торт на основе сгущенного молока Молочная девочка Внутри у нас начинки будет карамель и орешки И для начала, конечно же, нужно сварить карамель У меня на канале есть подробный рецепт карамели, где я все подробно рассказываю Здесь быстренько пробежимся Растапливаем сахар Добавляем холодное сливочное масло Вливаем горячие сливки, солим по вкусу и отправляем стабилизироваться в холодильник Кому нужна более подробная информация, я оставлю ссылочку в описании на подробный рецепт Для данного торта понадобится одна порция карамели Далее переходим к тесту Для теста смешиваем муку и разрыхлитель Перемешиваем аккуратненько их между собой Одну банку сгущенки, либо 400 грамм Смешиваем с двумя яйцами И будем взбивать до пышности массы, до объединения и пышности Это около 5 минут обычным стандартным ручным миксером Сначала взбивать на небольших оборотах для того, чтобы массы соединились И потом уже взбиваем до увеличения немножко массы в объеме Примерно 5 минуточек вы почувствуете, увидите, что масса стала прям воздушная, воздушная и нежная И тогда уже можете прекращать взбивать Очень часто молочную девочку делают с фруктами Но это вообще универсальный рецепт, поэтому в начинке можете добавлять все, что угодно Я еще в описании оставлю дополнительный рецепт крема Поэтому можете экспериментировать и этот торт всегда будет для вас разным Когда массу с яйцами и сгущенкой взбили, добавляем сухие ингредиенты Сначала все на небольшой скорости смешиваем до объединения Потом уже на высоких оборотах размешиваем до однородности массы И, знаете, существует очень много рецептов молочной девочки Но больше всего мне нравится молочная девочка с добавлением сливочного масла Тогда коржи получаются более влажными и нежными Поэтому после того, как вмешали муку, добавляем растопленное сливочное масло Все перемешиваем до однородности И лучше оставить тесто постоять буквально на 10 минут Тогда коржики лучше подходят при выпекании Все размешали, видите, какая консистенция Оставляем на 10 минут И будем уже выкладывать на пергамент, на коврик Все, что у вас есть для выпечки, то используйте Я кольцо с одной стороны макаю в муку И оставляю отпечатки для того, чтобы мне было удобней Вы же можете либо в кольце сразу раскладывать тесто По бортикам, то есть как по трафарету Либо рисовать любым удобным для вас способом Для того, чтобы из данной порции теста получился торт примерно 10-12 см высотой Нужно использовать форму 16-18 см в диаметре Выкладываем примерно полторы столовые ложки теста на каждый кружок И в буквальном смысле этого слова коврик должен просвечиваться через слой теста Потому что при выпечке коржик еще немножечко увеличится в объеме Поэтому делайте коржики очень тоненькие Чем они будут тоньше, тем в итоге торт будет нежнее И отправляем выпекаться при температуре 180 градусов в течение 6 минут Вот такие коржики в итоге получаются Они прекрасно отходят от ковриков От пергаментной бумаги отходят чуть хуже Но если у вас хороший пергамент, силиконизированный То и от него они тоже прекрасно отойдут Снимаем очень осторожно, чтобы не повредить После выпечки они достаточно мягкие Но когда остынут, становятся тверденькими Не переживайте После того, как мы намажем торт кремом Они отлично пропитаются и снова будут нежные Обязательно остужайте их на решетке И ни в коем случае не складывайте друг на друга Поскольку они достаточно липкие И просто могут слипнуться Потом тяжело будет разъединить Так выпекаем все коржи А пока займемся кремом Соединяем творожный сыр, сливки и сахарную пудру Сахарной пудры кладите не очень много Желательно не увеличивать количество, которое я дам в рецепте Потому что иначе при добавлении карамели Торт получится приторным Взбиваем все ингредиенты на высокой скорости До пышного и плотного состояния Все, крем готов Переходим к сборке торта Всего у меня получилось 12 коржей Из данного количества теста Торт буду собирать в кольце Обязательно внутри прокладываю ацетатную пленку У кого ее нет, можете просто обтянуть форму пищевой пленкой Выкладываю первый корж На него 2 столовые ложки крема Крема не жалейте, потому что он должен хорошо пропитать торт Немного карамели и орешки Орешков выкладывайте столько, сколько вам нравится У меня на весь торт ушло порядка 150 грамм орехов Карамели и орехи я буду выкладывать через слой Потому что если выкладывать карамель в каждом слое То все-таки торт будет несколько приторным Поэтому лучше делать это через слой Поэтому на второй слой я просто наношу 2 столовые ложки крема И накрываю следующим коржом Повторюсь, этот торт лучше собирать в кольце Поскольку обязательно нужно очень хорошо промазывать края Чтобы они не остались жесткими И таким образом собираем весь торт Торт получается очень нежный, вкусный И вот благодаря тому, что вы можете менять начинки Он вам никогда не надоест Он действительно универсальный Когда полностью собрали торт Обязательно положите на него пищевую пленочку И какой-нибудь груз И в холодильник минимум на 8 часов После холодильника торт уже хорошо отстоялся Его можно как угодно украшать, выравнивать Единственное, все-таки не советую Очень тяжелый декор на молочную девочку ставить Но если выровняете ганашем То, в принципе, эта начинка выдержит любой декор И даже может быть использована в ярусном торте Сейчас покажу вам разрезик Я не украшала, поскольку этот торт Должен был стать просто неким таким пособием по начинке Потом просто покажу вам его разрез Видите, вот такой он Вкусный, нежный коржи пропитались Это просто, наверное, самый нежный торт Который только можно придумать Я уверена, что он вам очень понравится Готовьте, наслаждайтесь Спасибо за внимание До свидания Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok